Один пояс, один путь – это глобальный экономический проект Китая, своего рода великий шелковый путь 21 века, только намного масштабнее. По последним данным, к нему присоединились более 150 государств. Еще бы участие в этом проекте сулит странам многомиллиардные инвестиции. На полях форума подписали без малого 300 документов. Сумма колоссальная – 64 миллиарда долларов. Кыргызстана в этом списке нет. Ни одного конкретного документа. Похвастать Сурмбай Джейнбекову нечем. Ваше заявление о том, что Китай будет продолжать помогать занимающим странам, разрушая, как слово, поддержки для нас. В рамках инициативы, пояса и пути важно совместно реализация взаимовыгодных проектов. Каких именно проектов? И снова Сурмбай Шарипович предпочел обойтись без конкретики. Вот его закрытая встреча с китайскими дорожниками. Обсуждены перспективы реализации проектов. Напишут потом в пресс-релизе. Встречи в таком же духе прошли и с руководителями других госкомпаний. Добиться инвестиций из Поднебесной президенту будет трудно. По мнению политиков, Китай не доверяет Джейнбековым. Мало кто из китайских бизнесменов хочет повторить судьбу ТБА и оказаться в центре политических дрязг. Ведь с модернизацией ТЭЦ так и вышло. Безусловно, китайская сторона обижена в том плане, что, возможно, с Кыргызстаном им стоит иметь отношение осторожно. И если они будут давать какие-то кредиты, им надо будет сначала анализировать и только потом давать кредиты. Крупнейшую китайскую компанию ТБА, которая модернизировала ТЭЦ, власти Кыргызстана фактически объявили мошеннической. К слову, в обвинительном заключении по делу Сапара Исакова фигурируют имена не только бизнесменов, но и высокопоставленных китайских чиновников. Политологи уверены, что Си Цзиньпин на встрече с Джейнбековым, безусловно, поднимал этот болезненный для Поднебесной вопрос. Я думаю, что, конечно же, и ситуация с ТЭЦ, судебные процессы, то, что это используется в качестве политического инструментария в борьбе с политическими оппонентами власти, конечно же, это влияет на двусторонние отношения Китая. Но озвучиваются ли это претензии нашей стороне, скорее всего, да. Просто эта информация открытая для нас не доносится. Китайские инвестиции в Кыргызстане называют коррупционными. Подконтрольный Джейнбеков парламент даже требует, помимо ТЭЦ, проверить другие кыргызско-китайские проекты, строительство альтернативной трассы Север-Юг или ЛЭП Даткакимин. Впрочем, все это происходит в Бишкеке. В Китае же Сорамбай Шарипович произносил совершенно другие речи. При поддержке Китая в Кыргызстане реализованы масштабные проекты, направленные на развитие экономики республики. Мы высоко ценим такую помощь. Джейнбеков пошел дальше и пригласил Си Цзиньпина посетить Кыргызстан с государственным визитом. Председатель КНР приглашение принял. Лидер Поднебесной перелетит в страну в июне. Госвизит состоится на фоне скандальных судебных процессов и нешуточных антикитайских настроений. И то, и другое, по мнению политологов, дело рук власти. Кратканеметов Маназбак Кешев, телеканал «Апрель».